Почему огонь, вода и электричество могут как служить человеку, так и обернуться для него большой бедой? На этот вопрос маленьким гомельчанам ответили в рамках Единого дня безопасности, который проходит по всей республике. На большом интерактивном островке безопасности побывала и наша съемочная группа. Все знают, что нельзя играть с огнем, переходить дорогу на красный, баловаться с домашней техникой. Но как объяснить это детям? В этом у наших ведомств наработан большой опыт, мультяшные зарисовки о правилах безопасности, интересные тематические игры, сотрудники МЧС, ГАИ и других служб знают, что с малышами нужно общаться на понятном для них языке. В рамках Единого дня безопасности у кукольного театра развернули большую интерактивную площадку. Пешеходам, будущим водителям рассказали, как правильно вести себя у дороги, научили распознавать знаки, любопытных храбрецов, познакомили с работой спасателей, их оборудованием и экипировкой. Сейчас же, когда весна не за горами, особенно актуальны предупреждения о свод. Сейчас начнется интенсивное разрушение льда, а вы понимаете, что это очень опасный период времени, когда лед совсем становится слабым, он рыхлым, он становится уже подмытым снизу водой, сверху солнышком пригреет, да, и он уже не подупреждает, как осенний лед. Когда мы по нему идем, он уже под нами не трещит и не подупреждает нас о том, что дальше идти опасно. Поэтому сразу может человек провалиться и случится несчастный случай. Воздержитесь от выхода на лед, пожалуйста, потому что это время действительно опасно, и не нужно выходить, особенно детей не выпускайте на водоем в одиночку. За активность, правильные ответы ребята получали полезные подарки на закрепление. Впрочем, самое главное – дети усвоили. Я узнала, что если случился пожар, надо звонить в 101 или в 112. Хорошо. А что вы еще делали, что тебе понравилось? Я собирала пазл большой и отвечала на загадки и вопросы. Ну, как ты вообще считаешь, важно ли соблюдать правила безопасности? Важно. Почему? Если не соблюдать правила, то можно попасть в беду. Не обошлось и без сюрпризов. Артисты кугольного театра подготовили для ребят постановку ЧП-101. По сюжету маленькая спичка привела к большой беде, но Буратино с друзьями, благодаря знаниям правил безопасности, нашли выход из чрезвычайной ситуации.